Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут священник Иоанн Тераутс, и мы продолжаем с вами разбирать послания апостола Павла к Коринфянам для библейского портала экзегет. В предыдущих главах мы с вами говорили о том, что апостол Павел обращает внимание на неустройство в Коринфской церкви, которое он основал и которое испытывал большую любовь, теплоту, нежность, и старается исправить все те недостатки, которые возникли. Первая часть была посвящена политическому, религиозному, партийному разделению в этой церкви. Дальше, начиная с шестой главы, апостол Павел уже обращается к нравственному состоянию Коринфской общины и к тому, что необходимо знать христианину и как выстраивать свою жизнь. Мы продолжаем с вами и начинаем читать седьмую главу этого послания. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа». Апостол Павел встречается в Коринфской общине явно с одной проблемой, что есть особенно ревностные христиане, которые считают, что замужество или вообще в принципе брак не просто не нужно уже христианское общение, а он вреден и каждый должен оставить это. Апостол Павел говорит, да, хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Это констатация или декламация понятия того, что моногамный союз является идеалом для христианского брака. Несмотря на то, что вокруг жителей Коринфа могли быть очень разные примеры, в том числе измен, наложниц, для христианина так не следует действовать. Тему блуда апостол Павел поднимает еще в предыдущей главе, а здесь он уже касается понятия брака. «Муж оказывает жене должное благорасположение, подобное жена мужу». С каким великолепным чувством так-то апостол Павел подходит к этой щепетильной теме? Не то, что наверняка некоторые мифы римской империи, римской религии, которые об этом говорили очень прямо и неприкрыто. Да, действительно, муж к жене и жена к мужу должны оказывать благорасположение, оказывать им те обязанности, которые они имеют, являясь мужем и женой. Дальше апостол Павел развивает эту мысль. «Жена не властна над своим телом, но муж равный. Муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве. А потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». На самом деле удивительная вещь. Апостол Павел в противовес явно вот этой идее коринфских общин, что брак больше страшен, мерзок, некрасив, отношения между мужчиной и женщиной должны быть истреблены из христианских общин, говорит об обратном. Он предлагает всего лишь два основания, которые не исключают друг друга, что воздерживаться друг от друга муж и жена могут только по согласию и на время для поста и молитвы. По согласию и на время. Оно не должно быть длинным, потому что вновь необходимо будет быть вместе, чтобы не искушал сатана невоздержанием, ибо длительное воздержание могло привести к нехорошим последствиям, к изменам, прелюбодеянию, а также ко всякого рода грехам плоти, которые, может быть, и не касаются отношений с другими женщинами, мужчинами на стороне. Также в стиле апостола Павла рассуждает книга «Правил» в Александрийских учителях. Так Дионисий Александрийский в своих рассуждениях говорит о том, что он не может дать точного ответа своим слушателям по поводу отношений между мужчиной и женщиной, когда им следует воздерживаться. Он говорит по апостолу Павлу только по согласию и на время. Но думаю, ну это вольная, конечно, вольная интерпретация моя, но думаю, что вот в воскресные дни ради причащения тела и крови Христовых стоит воздержаться друг от друга. Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Что же сказано как позволение? Можно прочитать это по-разному. Можно подумать, что позволение, то есть вступать в отношения между друг другом, однако это неправда. Если мы воспринимаем это в контексте, то логичнее будет предположить, что апостол Павел говорит здесь, что он позволяет воздерживаться друг от друга по согласию ради поста и молитвы, но не повелевает это делать. Это к сведению тех людей, которые, особенно в семьях, где один из супругов не является христианином, практикующим, начинают серьезные препятствия ему строить по поводу отношений между мужчиной и женщиной. Простите за такие, может быть, достаточно откровенные разговоры, но сама глава призывает нас к этому, чтобы мы с вами постарались разобраться, не закрывали на это все глаза, потому что это часть нашей жизни. «Ибо желаю, чтобы все люди были как я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Мы с вами уже говорили о том, что апостол Павел призывает к свободе и использует этот фактор в своей жизни как данность, как основание, как фундамент для своей проповеди. Да, о апостоле Павле мы говорим как о человеке, имеющем холостяцкую жизнь, у которого не было жены. И поэтому он мог себя посвятить в большей степени служению церкви, служению проповеди. Но у большинства других апостолов жены были. Мы знаем, например, о тещи апостола Петра, и это никак не помешало самому апостолу стать святым, самому апостолу быть первоверховным апостолом, камнем и так далее и тому подобное. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздерживаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться. А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь, жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей. Обратим внимание, апостол Павел говорит свои слова к вдовам и безбрачным. Если вы можете терпеть, если вы видите в себе эти силы, не вступать в брак, не просто, точнее, не вступать в брак и жить целомудренной жизнью. Здесь, кстати, употребляется понятие воздержания, и если ты не будешь разжигаться, если это не будет занимать всю твою жизнь, все твои мысли, то оставайся в таком же состоянии. Это благо и хорошо, и апостол Павел похваляет это. Но если не можешь, то вступай в брак. Брак в данном случае может восприниматься не только как союз двух, не только как очень важная школа любви, но и как лекарство от греховных помыслов, от греховных движений, от греха, который присущ человеку. Опять же, если женщина разводится со своим мужем по тем или иным обстоятельствам, то должна оставаться безбрачной, либо же примириться с мужем, и мужу не оставлять жены своей. Это очень важный момент. Дело в том, что в иудейских общинах существовала практика, когда жену можно было привезти в дом отца и отказаться от нее, дав ей разводное письмо. Притом оснований для этого было целая масса. А здесь нет. Оказывается, брак должен быть вот таким, постоянным, длительным. Он не должен быть, сегодня хочу в браке быть, а завтра не хочу. Впрочем же, говорю я, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с ней, не должна оставлять его. Дело в том, что в Каринфе явно, как и вообще в языческой части христиан, возникла проблема. Некоторые семьи были смешанными посредством того, что жена, например, стала христианкой, а муж остался язычником. И что же делать в данном случае? Бросать его? Здесь опять же вспоминается Ветхий Завет, особенно книги Ездры и Неемии, когда для смешанных браков предполагался развод и оставление детей. Если, например, еврей имел иностранку жену из другого племени или, например, другой веры, то он должен был оставить ее и детей отправить вместе с ней и больше с ней не жить. То здесь апостол Павел говорит об обратном. Какой брат, то есть член общины церковной, имеет жену неверующую, и она согласна с ним жить, то он не должен оставлять ее, не искать повода для развода. Дальше он подтверждает это следующим аргументом. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Что значит «освящается»? Неужели вне Христа возможно спасение? Здесь есть масса разных комментариев на данный текст, но давайте с вами поразмышляем на эту тему. Что значит «освящение»? Термин «освящение» не всегда касается святости, а иногда какой-то привилегированности. Так мужу лучше быть с женой верующей, нежели с женой неверующей, потому что верующая жена привносит все-таки христианскую благовестие и христианский образ жизни в семью. Даже иногда муж не вполне разделяет ее взгляды, не верит во Христа, но, по крайней мере, у него есть больше шансов уверовать, чем у того, кто не имеет этой прекрасной возможности, прекрасной связи. «Дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Да, действительно. Если бы мы мыслили теми порядками, которые были в Ветхом Завете, то детей нужно было бы отправить вместе с женой, и развестись с нею, а здесь нет. Дети, родившиеся от брака, в котором есть один хотя бы из супругов верующий, тоже имеют это положение, привилегированное, более, может быть, близкое к церкви, нежели дети, рожденные в абсолютно языческих семьях или атеистических семьях. Атеизм встречался и в эпоху античности. «Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь». Дело в том, что бывали случаи, когда в семье терпеть верующую жену или верующего мужа было невозможно, язычнику, и поэтому он требовал развода, и тогда апостол Павел этот развод позволяет. Главное, чтобы мы сохраняли мир. Но вопрос возникает, а в таком случае можно ли вступать во второй брак? На этот вопрос нету здесь ответа, и поэтому есть два предположения, что нет, нельзя, и вполне возможно, что тот человек обратится снова, и вы сможете воссоединить ваш союз. Либо же да, можно. Есть и такие предположения. «Или ты муж, почему знаешь, не спасаешь ли жены? Только каждый поступай так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание ничто, и необрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих». Дальше апостол Павел плавно переходит от темы брака к теме внешней религиозности. Для Ветхого Завета важной составляющей являлось обрезание. Когда рождался мальчик, на восьмой день он должен был быть обрезан. Такое повеление Господь дает Аврааму. И с времени Авраама, это фиксируется еще и законом Моисеевым, оно продолжает жить как часть культуры, религиозной культуры Ветхозаветной Церкви. Но для обновленного человечества во Христе Иисусе внешняя атрибутика религиозности не является решающим фактором. Наоборот, Господь зрит не на наше обрезание или необрезание, а зрит на нашу душу и на исполнение заповедей Божьих. «Каждый, оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван? Не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господ, а равный призванный свободным, есть раб Христов». Опять же, первая тема религиозной идентичности, о том, что если еврей стал христианином, то не нужно почитать обрезание за какую-то скверну или порог, или что-то, возненавидеть это обрезание. Нет. Оставайся так, как ты есть. Ничего в этом плохого или хорошего нет. Если ты стал в социальном плане, ты раб, и ты призван был как раб, то оставаться тебе рабом или искать случая, стать свободным. Здесь, опять же, тоже есть два подхода. Первый говорит о следующем. Рабом ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то воспользуйся лучшим. То есть, а что для тебя лучшее? Воспользоваться своим рабством для проповеди Христа среди твоих собратьев, либо же воспользоваться свободой и, соответственно, действовать в рамках этой свободы и быть некой такой проповедью Христовой. На самом деле, опять же, эти два подхода, либо воспользоваться свободой, либо остаться рабом, либо искать этой свободы. Дальше апостол Павел говорит, что ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Вот это социальное неравенство, возникающее, в Римской империи, в эпоху античности, оно очень сильно било по всем параметрам человеческой жизни. Человек, родившийся в этой философии, в этой мысли, мог действительно считать себя гораздо ниже тех людей, которые обладали свободой. А здесь Господь на самом деле не имеет лицеприятия. Об этом апостол Павел не раз говорит на страницах своих посланий. «Вы куплены дорогою ценою, не делайтесь рабами человеков. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся пред Богом». Опять апостол Павел аргументирует свою точку зрения через Господа Иисуса Христа и Его искупление нас через смерть и воскресение. «Не делайтесь рабами человеков». Это важно. Важно, если ты свободен, не делаться рабом человеку. Да даже если ты раб. Дело в том, что если мы будем исполнять свои дела, свои какие-то функции, даже находясь в статусе подчиненного человека, для Христа мы будем исполнять их больше и лучше, нежели тогда, когда мы будем их исполнять ради того, чтобы нас похвалили. Очень часто гонка за похвалою со стороны делает нашу работу чисто внешней, некачественной, плохой, за которую нам самим становится стыдно. «Относительно девства дальше», говорит апостол Павел, «я не имею повеления Господня, даю совет, как получивший от Господа милость быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку остаться так. Соединен ли ты с женой? Не ищи развода. Остался ли без жены? Не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковы будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль». Относительно девства, притом касающегося как мужчины, так и женщины, апостол Павел говорит, что не имеет прямого повеления Господа, но дает совет от себя. На самом деле, на страницах Священного Писания можно разделить советы и заповеди. Даже советы Христовы, например. «Если хочешь совершен быть, иди, продай имение твое, раздай нищим, и иди за мной», он говорит богатому юноше. Так вот, «если хочешь совершен быть», это совет Христов, он не касается абсолютно всякого и каждого. Здесь это тоже можно воспринимать как совет, но обратим внимание, что в послании апостола Павла к Тимофею он говорит, что все Писание Бога духовно. А раз все Писание Богодухновенно, значит и эта часть Богодухновенна. Соответственно, возникает два подхода. Первый говорит о том, что Павел здесь излагает чисто свое мнение, и оно не является инициированным, или инспирированным Богом. Либо же мы с вами имеем дело с тем, что просто апостол Павел не слышал повеления прямого из благовествования Христова, но все равно в Духе Святом говорит об этом, и поэтому мы можем это воспринимать как равнозначные слова, такие же, как в Евангелии говорит Господь. «По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку остаться так». Но здесь он говорит, опять же, о том, чтобы мы оставались в том положении, в котором находимся. В браке не будем искать развода, во вдовстве не будем искать жены, но если даже и будем искать жену и женимся, то мы не согрешим с вами. Почему же таковые, кто выйдет замуж, это не будет грехом, будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль? Здесь, конечно, речь идет о том, что каждый брак, на самом деле, это сложные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Это сложный союз, в котором приходится обтачиваться друг об друга, в котором приходится очень много иногда терпеть. В то же время брак приносит действительно настоящее земное счастье в рождении детей, в отношениях, в любви, в нежности, которую испытывают друг другу любящие люди. Однако, для апостола Павла брак был бы, наверное, большим препятствием к его обширной проповеди. Я вам сказываю, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром с ним, как не пользующие себя, приходит, проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Здесь речь идет не о том, что нужно жить с женой, как брат с сестрой, иначе это бы не подходило к общему контексту данной главы, данного послания. Здесь речь идет о приоритетах. Женатый, как не женатый, плачущий, как не плачущий, радующийся, как не радующийся, покупающий, как не приобретающий. То есть, ты не должен ставить это во главу угла. Для тебя не должно быть это самым главным в твоей жизни. Это должно быть второстепенным, первым, твое служение Богу. Дальше апостол Павел развивает эту мысль следующим образом. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужнию и девицей. Не замужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом, и духом, а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. На самом деле, конечно, в контексте этой главы мы видим, апостол Павел не осуждает брак, не осуждает отношения между мужчиной и женщиной в браке. Нет, это хорошо, это нормально. Это в рамках промысла Божия о человеке. Но он констатирует понятный факт, когда ты не обременен браком, твои возможности в плане масштаба проповеди больше, нежели тогда, когда у тебя есть заботы о жене, детях и так далее. И то же самое касается женщин. «А я хочу, чтобы вы были без забот». Это как рефрен, который слышится и после этих аргументов. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы благочинные непрестанно служили Господу без развлечения. Если кто почитает неприличным для себя девицы, то для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом возрасте, оставалась так, тот пусть делает, что как хочет, не согрешит, пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. «Посему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а не выдающий поступает лучше. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блажение, если останется так по моему совету, а я думаю и имею Духа Божия». Здесь достаточно темная сторона этой главы, темная для толкования, потому что есть различные подходы, в том числе, что соблюдает свою девицу, то есть свое девство. Также есть предположение, что здесь речь идет об отце и его дочери, потому что статус социального отца в семье был настолько велик, что он мог решать, вступать ей в брак или не вступать ей в брак. Это, конечно, далеко от сегодняшней нашей культуры, но нам необходимо помнить об этом, читая тексты Священного Писания. Посему мы с вами можем перейти к следующему стиху о том, что жена, которая стала вдовой, может вступить в брак, но только в Господе. Здесь речь идет о том, что если ты уже являясь христианкой, ты должна вступить в брак с христианином, уже брак с иноверным человеком для тебя закрыт. Это же было впоследствии включено в состав канона в церкви, и сегодня женщина или мужчина не могут, христиане, вступать в брак с людьми другой веры. Ну и также, конечно, здесь апостол Павел говорит о том, что лучше бы ей остаться так, остаться вдовою. Но, опять же, он здесь предоставляет максимальный горизонт возможностей для своих читателей, для своих духовных чад. На этом заканчивается седьмая глава первого послания апостола Павла к Коринфянам. В следующий раз мы с вами будем говорить о восьмой главе этого послания. Храни вас и Господь. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok